Добрый вечер, дорогие друзья. Вторник и, как всегда, по вторникам Дмитрий Гордон будет отвечать на ваши и на мои вопросы. Дима, здравствуй. Добрый вечер, Олеся. Добрый вечер, дорогие друзья. Наша самая лучшая в мире зрительская аудитория. Ну и начать сегодняшний наш эфир я хочу за слов благодарности, потому что сегодня не простой вторник. Сегодня особенный день. 1 октября. Украина отмечает День защитников и защитниц. День защитников и защитниц Украины. И я хочу от себя сказать слова благодарности. Огромное-огромное спасибо всем, кто на фронте каждый день, рискуя жизнью, защищает Украину, защищает наши украинские жизни и наш украинский суверенитет. Дай Бог вам здоровья и всем вернуться живыми и невредимыми. Да, я присоединяюсь к тому, что сказала Олеся. Всех, кто сегодня защищает Родину, всех, кто вчера защищал Родину, всех, кто будет защищать Родину, всех, кто погиб, всех, кто получил ранение, защищая Родину, всех поздравляем с этим прекрасным праздником. Если бы не эти люди с большой буквы, мы бы сегодня не имели своей страны и вполне возможно, что не жили бы уже. Поэтому в том, что Украина жива, в том, что украинцы живы, сражаются, сопротивляются с проклятым врагом. Огромная заслуга наших воинов. Еще раз с праздником и светлая память погибшим. Друзья, у нас сегодня много интересных тем. Вторник очень насыщенный. Я знаю, что вы хотите, чтобы мы все это обсудили и рассказали, что, какие события означают. Начнем. Поехали. Друзья, я хочу, Дима, обсудить, что же будет с НАТО. Что будет с НАТО и с нами при новом генеральном секретаре. Как раз сегодня состоялась церемония передачи полномочий от Йенса Столтенберга к новому главе НАТО. Это бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рюте, который, друзья, в своей праздничной речи вспомнил об Украине. Не просто вспомнил, а сказал, что одним из приоритетов для него на своем новом посту будет помощь Украине. Плюс выполнение обязательств по приближению Украины, по вступлению Украины в НАТО. Как ты считаешь, чего нам ждать от нового генсекретаря НАТО? Ну, во-первых, надо сказать спасибо Йенсу Столтенбергу за всемирную поддержку Украины. Мы это ощущали, мы знали, что он с нами, что НАТО с нами. Все эти два с половиной, хотел сказать, да уже больше года войны. Марк Рюте, когда он был премьер-министром Нидерландов, он очень много сделал для Украины. Он неоднократно встречался с президентом Зеленским, и у них очень хороший контакт, очень хороший диалог. Конечно же, задача Украины вступить в НАТО. Я нисколько не выдаю желаемое за действительное. Я говорю о том, что главная задача Украины, помимо победы в войне, это вступление в НАТО. Потому что можно победить в войне, можно остановить войну. Но это всегда будет на время, если мы не будем членами НАТО. Потому что оклемавшись, перевооружившись, набравшись сил, учтя опыт, накопив злость и агрессию, фашистская Россия рано или поздно кинется на Украину, даже если война закончится. Поэтому, чтобы этого не произошло, Украина, безусловно, должна быть членом НАТО. В этом залог нашей успешной жизни и мирной жизни в течение долгих лет. Главный вопрос – когда и в каком состоянии? И вот на него Столтенберг, уходя, ответил. Он сказал, может ли Украина с оккупированными территориями стать членом НАТО. Он заявил, что союзники по НАТО должны решать, как именно членство должно применяться или работать для Украины. Конечно, если мы говорим, что единственный способ для Украины стать членом – это окончание войны и полный контроль над всей украинской территорией, тогда мы даем нелегитимному президенту Путину все стимулы просто найти способ продолжать войну. Что правда? Олеся, ну мы не будем сейчас, знаешь, в НАТО, в западных странах разрабатываются разные варианты, разные конфигурации будущего устройства Украины и мира. И одним из этих вариантов, мы не будем скрывать, является обмен оккупированных территорий на членство Украины в НАТО. Есть такой вариант. Он, постоянно об этом говорят, во всяком случае, в беседах со мной в частности, высокопоставленные западные чиновники, дипломаты и военные. Да, они говорят, что один из вариантов – это Путин остается там, где он сейчас есть, и остальная территория Украины уходит в НАТО. При этом Запад не признает территории, которые находятся в оккупации, российскими. Такой вариант существует. Согласиться ли на него украинские народы, украинский президент – это большой вопрос. Мы о вариантах. То есть, то, что сказал Столтенберг, то, о чем активно говорят натовцы сегодня – да, это такой вариант. Украинские оккупированные территории остаются по замежам Украины на время, а вся Украина оставшаяся уходит в НАТО. Я не хочу говорить об этом сейчас. Я по-прежнему говорю о том, что Украина должна вернуть все свои территории, оккупированные незаконно фашистской Россией. Я по-прежнему говорю о том, что победой Украины будет три составляющих. Выход на границы 1991 года, репарации со стороны России и покаяние со стороны русского народа, российского народа и вступление Украины в НАТО. Вот эти три составляющих являются элементами всеобъемлющей, настоящей победы Украины. Потому что даже если мы выйдем на границы 1991 года и Россия признает поражение, это не будет означать полной победы, потому что если мы не будем в НАТО, эти твари кинутся снова. Я об этом еще раз повторю. Мы их хорошо знаем. Мы не питаем никаких иллюзий относительно того, какие они подонки. И от них можно ожидать всегда и всего. И мы ожидаем. Мы во всеоружии ожидаем. Слава Богу, никогда больше не повторятся времена, когда независимая Украина водила дружбу с этими тварями и была уверена, что никогда не получит от них нож в спину. Мы все увидели. Мы все теперь знаем. Нам больше никаких не нужно доказательств. Но НАТО, еще раз, НАТО, НАТО, еще раз НАТО. Других вариантов нет. И я подытожу. После 5 ноября мы увидим шаги. Те или иные шаги в сторону НАТО или в противоположную сторону от НАТО. Орбан хочет инициировать мирный саммит с участием Зеленского и Путина, написало одно швейцарское издание. Оно утверждает, что ООН на прошлой неделе на полях Генассамблеи ООН работал над организацией мероприятия, которое якобы должно продолжить его так называемую миротворческую миссию. Орбан, в частности, провел интенсивные переговоры с лидерами Китая и Бразилии. Также, как утверждает издание, в мероприятии примут участие Франция и Швейцария. Дата и место проведения саммита обсуждаются. В общей сложности его якобы поддержало 15 стран друзей мира, сообщило издание. Олеся, Орбан может делать все, что угодно. Инициировать или не инициировать. Это не имеет никакого значения. Ясно одно. Зеленский никогда не сядет за стол с Путиным без западных стран. Возможно, и Китая. Ясно второе. Орбан является проходимцем, который работает давно плотно с русскими. С Путиным, с ФСБ, с русскими. Орбан не является другом Украины. Орбан является другом России. Поэтому все, что говорит и делает Орбан, я этому не верю и верить никогда не буду. Этот человек для Украины, для меня зачеркнут навсегда. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку. И еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Сегодня заголовки западных изданий пишут в первую очередь о том, что делает Израиль. Потому что Израиль начал наземную операцию в Ливане. Уже СМИ называют это Третьей Ливанской войной, потому что Израиль и Хизбалла воюют между собой достаточно давно. Это не первая операция ЦАХАЛ на территории Ливана, я напомню. Почти год конфликт ограничивался обменами ударами, пока Израиль был занят военной операцией в секторе Газа, направленной против Хамас. Но затем Израиль точными ударами начал буквально выносить руководство Хизбаллы. Потом произошла операция по подрыву пейджеров и рации боевиков, которую мы все помним ярко. А накануне Израиль ликвидировал главу Хизбаллы Хасана Насралу. Скажи, пожалуйста, что это означает для мировой ситуации и для непосредственно Украины? Израиль демонстрирует блестящую решительность и блестящее воплощение этой решительности. И, кстати, нам надо в Украине внимательно наблюдать за тем, что делает Израиль и как он это делает. Очень часто не оглядываясь на международное мнение, не спрашивая ни у кого разрешения, он просто это делает, исходя из национальных интересов государства Израиля. Значит, что касается операции с пейджерами и вообще того, что сделала израильская разведка, это Браво. Но дело в том, что, Браво еще, знаешь, КСИР – это иранское подразделение, корпус стражей иранской революции. То есть это, условно говоря, российская ФСБ. Значит, КСИР организовала структуру, которая занималась Израилем. И войной с Израилем. Так вот, во главе этой структуры, оказалось, стоял человек, который являлся агентом Израиля. Потрясающе. Потрясающе. То есть не только у нас это происходило, когда председатели службы безопасности Украины являлись агентами России. Я таких знаю 8 человек. 8 председателей СБУ были агентами Российской Федерации. А всего сколько их было? 14, наверное. Или 16? Нет. Два человека занимали посты несколько раз. по-моему, так. Радченко, по-моему, и Наливайченко занимали дважды пост председателя СБУ. Надо посмотреть. Ну, 8 председателей СБУ были российскими агентами. Или даже, вот скажешь, агентами, а может, они были частью России просто. Потому что, когда мы видим, как Андрей Деркач, который 20 с чем-то лет заседал в Верховной Раде, был руководителем Энергоатома, медиамагнатом, влиятельнейшим человеком в Украине, был неотъемлемой частью украинской политики, когда мы видим, как он становится сенатором, членом Совета Федерации России от Астраханской области, то правомощно ли вести разговор об агенте России Деркаче? Или правомощно вести разговор о части России Деркаче, который был командирован в Украину для продолжения работы? Тут же можно по-разному на это смотреть. Представитель их государства. Все. Да, конечно. Представитель, даже не агент. Конечно, не агент. Это часть российского государства, потому что, когда человек становится... Я же хорошо знал Андрея Деркача, между прочим. Я же с ним встречался периодически в Верховной Раде, и в частные встречи были какие-то. И вот этот человек являлся агентом России. Не агентом, а может, частью России. Вот так надо говорить. И заседает сегодня в Совете Федерации России. Это же вообще фантастика. Просто то, что он сенатор, это говорит о том, что поменял свою точку зрения и предал Украину. Он явно не в 1922 году. А, судя по всему, российское гражданство у него было уже сколько лет назад. Судя по всему, он вообще не предавал Украину. Судя по всему, он просто был сотрудником российских спецслужб, который был командирован сюда для своей деятельности антиукраинской. Как Якименко, имея паспорт России, был в ВСБУ. Ну, Якименко вообще имел паспорт России, был представителем СБУ. Но мы о чем говорим? Мы говорим о том, что многие в России, я же отслеживаю российские паблики, многие начали возмущаться. Что это происходит? У нас что, достойных людей нет? Это депутат Украинской Верховной Рады, влиятельнейший украинский политик Андрей Деркач стал, значит, сенатором от Астраханской области. Дурачки. Дурачки. Человек был на работе здесь. Он был в командировке. И это благодарность ему за успешно проделанную работу. Ну, что тут непонятного? Возвращаясь к Израилю. Ужасно? Не то слово. Ужасно другое. Ужасно, когда украинцы, миллионы украинцев, узнают фамилии людей, которые руководили ими долгие годы и являлись или агентами России, или частью России. Опять-таки, были сюда командированы. Вот это будет ужасно. Я-то это знаю. И те, кому надо знать, это знают. А поскольку у нас служба безопасности сегодня работает прекрасно под руководством Василия Васильевича Малюка, то я хочу сказать, громких разоблачений будет немало. Я в этом уверен. И это будет касаться не только политиков, руководителей Украины в разных сферах. Это будет касаться и даже и журналистов, тех, кто называли себя журналистами. Там фамилий много. Тревога, извините. Продолжая разговор об Иране и об Израиле. Значит, ну, блестящая спецоперация Израиля, повторяю. И обрати внимание. Иран не пошел и не пойдет защищать Хизбалу. Не пошел и не пойдет. И это важнейший момент вообще, который важно обсудить. Мировая конъюнктура складывается сейчас таким образом, что мы увидим изменения геополитического ландшафта. И для Украины это прекрасно. Что произойдет с Ираном? Ирану надоела плохая жизнь. Если коротко. Жили бедно, хватит, называется. Иран это древнейший народ. Персы, азербайджанцы. Там много живет национальностей. Древнейший народ, который хранит в себе память веков. Который многое может, многое умеет. Они подпали под власть Аятулу. Была светская прекрасная страна до возвращения в 70-х годах из изгнания из Франции Аятулы Хамени. Была прекрасная светская страна. Женщины ходили в коротких юбках. Процветал кинематограф. Жили богато. Нефтяная, нефтяносная страна. Ё-моё. Я когда, друзья, вот кому интересно, вы просто можете загуглить. Я когда первый раз увидела фотографии и рассказ об Иране до этой такой истории, их подсменной власти. Я не могла поверить, что это Иран. Это вообще не вязалось с картинкой сегодняшнего Ирана. Это настолько красивая, развитая, светская, западная страна. Подпала под власть Аятул. Исламский фундаментализм. Отречение от светского всего. Ну и что? И стала агрессивно себя вести эта страна. Если бы она еще жила в своем мире, ну куда ни шло. Она стала агрессивно себя вести, угрожать Ирану, Израилю, значит, разрабатывать ядерное оружие, продавать скотской России шахеды, которые терзают нас сколько времени уже. И не мудрено и естественно, что она попала под санкции, под каток санкций США и западного мира, которые сказались на жизни. И один из апологетов иранской агрессии, агрессивности, президент Тарайси, он же из-за чего погиб в своем вертолете. Старый вертолет был. Старый. Сука, старый вертолет. Не было бы санкций, были бы хорошие вертолеты. На такие нефтяные бабки можно покупать все, что угодно. Посмотри, как живет Саудовская Аравия, как живет Катар, как живут Объединенные Арабские Эмираты. Да Иран мог жить и лучше. Если бы не то, о чем мы говорили. Поэтому надоело. Аятолы. Стареющие аятолы. Пошли на попятную. Дали возможность избираться и быть избранным новому президенту с прозападным курсом. Который уже с трибуны ООН, Организации Объединенных Наций, прямо заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины. И сейчас, внимание, движение Ирана будет в одном направлении. Запад. Соединенные Штаты Америки и его. И это для нас очень хорошо. И хорошо еще в том плане, Олеся, что я всегда люблю о главном говорить. О главное заключается в том, что воевать Россия может. Только если у нее есть деньги. Есть деньги, есть война. Нет денег, нет войны. На чем основывается благосостояние России? На продаже нефти. С газом уже проблемы. Обрубили. Теперь нефть. Но это бензоколонка. Это же не страна, не государство. Это бензоколонка. И вот если бензоколонке будет нечего продавать или будет что продавать, но по дешевым ценам, она загнется. Я хорошо знаю, как в начале 80-х великий президент США Рональд Дрейган вместе с великим премьер-министром Британии Маргарет Тэтчер устроили гонку вооружений и обрушили цены на нефть. Я это знаю не потому, что я что-то читал, а потому, что мне об этом рассказывали два главных действующих лица того времени. Президент Горбачев и министр иностранных дел СССР Шеварднадзе. Они лично мне рассказывали о том, каким был этот процесс и как это произошло. Я прекрасно понимаю, что сегодня главная задача Запада, помимо оружия, помимо всего, да, главная задача Запада обрушить цены на нефть, чтобы эта русская тупая бензоколонка не могла богатеть. И чтобы у нее не было денег на собственное население, не говоря уже о военном бюджете. И первые шаги к этому сделаны. Саудовская Аравия начинает добывать намного больше нефти. И прогнозирую, что следующий Иран. Если две такие страны, как Саудовская Аравия и Иран, начнут конкретную добычу, нефть сильно упадет. И Россия просядет и перестанет воевать. Вот один из путей к прекращению войны. Увеличение добычи нефти и обрушение цен на нее. Ну, а кроме того, в мире идут еще процессы такие мирные. Ну, я уже неоднократно говорил на носу подписание договора о дружбе между Арменией и Азербайджаном. И когда мы видим вот сейчас в Нью-Йорке, в кулуарах заседаний ООН, дружескую встречу президента Турции Эрдогана и премьер-министра Армении Пашиняна, ну, больше ни о чем говорить не надо. Это заклятые враги. Они встретились, они обнимаются, они жмут друг другу руки. Мир переходит в другое измерение. И я не случайно на этом так подробно остановился. Потому что украинский кейс – один из составляющих в новом мировом порядке. Безусловно, этот новый мировой порядок будет без России. Безусловно, Украина одержит победу, потому что решение об этом уже принято всеми ведущими странами. А ведущие страны у нас западные страны. Безусловно, Путин никогда не применит ядерное оружие. Никогда. И хватит уже поддаваться на его провокационный тупорылый блеф. Никогда, повторяю, Путин не применит ядерное оружие, потому что этому есть целый ряд противников. Я даже не говорю о США и Европе. Я говорю о Китае. Ну, давай представим себе позицию Китая. Это если Россия сейчас применит ядерное оружие против неядерной страны, не защищаясь, а нападая. Это означает, что количество стран, которые имеют ядерное оружие официально, оно будет увеличено. Значит, если Россия, так размышляет Китай, я не просто с потолка беру эти размышления, я знаю, о чем говорю. Если Россия позволяет себе применить ядерное оружие, тогда Япония говорит, хм, так это вот так работает? Тогда мы тоже ядерное оружие сейчас быстро сделаем. И Южная Корея говорит, да сколько можно. Северная Корея бряцает тут ядерным вооружением под носом. Вон уже Россия. Да нет, мы высокотехнологичная страна, мы тоже тогда ядерное оружие себе берем, разрабатываем. То есть Япония, которая может себе позволить, Северная Корея. А дальше, минуточку, Тайвань. Высокотехнологичнейший Тайвань говорит, ё-моё, Россия, Северная Корея, да в конце концов, мы что хуже? Меняется тогда полностью миропорядок. И тогда Китай получает у себя под носом три ядерные державы. Японию, Южную Корею и Тайвань. Ну, Тайвань. Ах нос зачесался. Нос зачесался. Может на это пойти геополитический Китай? Получить три ядерных страны у себя под носом? Да это крах вообще всего. Поэтому китайцы, хозяева Путина, сказали ему, ты только, сука, попробуй. Только попробуй. Говорить можешь всё, что угодно. Только попробуй. Поэтому я ещё раз говорю, утверждаю, Путин никогда не применит ядерное оружие. Не дадут. Мало того, если его шаловливые ручки потянутся только, его применить? А это же не так, ты нажал на какую-то мифическую кнопку и всё вылетело. Да нет, целая подготовительная работа. Если только он попробует начать проводить подготовительную работу, он будет тут же атакован западными государствами. Тамагавками, нетамагавками, чем угодно. Будут атакованы все шахты, все арсеналы с ядерным оружием и так далее. Никто ему не даст это сделать. И я просто прошу, чтобы никто не боялся. Потому что мне приходится слышать, вот даже в Украине у нас и говорят люди, а вот, а вдруг он применит. Закроем этот разговор, он ни черта не применит. Это последний блеф, который у него остался. Пусть блефует старик. Ну, ты говоришь о стратегическом ядерном оружии. Там, да, за любым безымнем. Олеся. А тактическая он может поменять любую ракету в самолете или с установки? Ну, по сути, тут есть такие, да, которые никто не заметит. Уже по факту заметят. Я сейчас говорю о каком стратегическом. Он не может применить против Украины стратегическое ядерное вооружение. Стратегическое ядерное вооружение летает на дальние расстояния через океан. Это для американцев придумано. Ну, для британцев, скажем так. Нет, он не сможет это применить. Речь идет о тактическом ядерном вооружении. Но тактическое ядерное вооружение он не сможет применить повыше мной означенным причинам. Не сможет. Исключено. Вот ты сейчас сказал о том, что если только Путин, ядерная держава, захочет применить ядерное оружие против неядерной державы, Украины. А о чем говорят на русском пропагандистском телевидении? Я тебе сейчас скажу. На Британских островах нет никакой системы ПВО, ну никакой. Главный российский пропагандист Дмитрий Киселев указал на первую цель для ракетного удара после изменения ядерной доктрины. Он в одной из своих программ главной темой сделал ядерный удар по Лондону. И он тут рассуждает, что, мол, если Британия все же снимает ограничения Киеву для аутаром шторма в глубь России, то может нарваться на ядерный ответ. И, мол, этот ядерный ответ нужно сделать. Тут же, если кто-то, друзья, опять же, не видел это видео, но его надо посмотреть, там маленький кусочек, пойдите в телеграм-канал Дмитрий Гордон после нашего эфира с Димой, подпишитесь на него, и посмотрите этот кусочек, о котором я сейчас буду говорить. Это потрясающе. Значит, сидит президент Федерации лыжных гонок России. Вся такая в розовом. Ну, извини, извини, она прославленная олимпийская чемпионка, неоднократная Елена Вяльби. Да. И что эта прославленная говорит? Решение о ядерном ответе будет принимать один человек Путин. А его уже столько провоцировали с Запада, что лидеру России может и поднадоесть. Значит, она говорит о том, что если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона ядерную, все бы уже закончилось, и нас бы уже везде пустили, имеется в виду российских спортсменов. Во-первых, Киселев не является главным пропагандистом российским, Дмитрий Киселев. Главным российским пропагандистом, я считаю, является Соловьев и Симоньян, вот эта пара. Он один из этой шоблы, скажем так. Второе. К словам Елены Вяльбы прислушиваться не надо, потому что она просто лыжница. И видно, ей по мозгам проехали лыжи и закрепили это все палкой. Поэтому ожидать от нее каких-то умных заявлений – это глупо. То, что она говорит, говорят, и на рынке тоже бабушки говорят, что хотят. Налицо, конечно же, централизованное стремление донести до Запада эту точку зрения, что если они будут делать такое, то получат такое. Но есть один момент, один нюанс, извините. Я повторяю, никогда Путин не решится на применение ядерного оружия. Какой удар по Лондону? О чем мы говорим вообще? Этот человек хочет жить, помимо всего прочего. Он очень хочет жить, потому что тот, кто во время ковида сидит в 7 метрах от собеседника, он очень себя любит. Он зря, что ли, все эти годы воровал у своему населения нефтегазовые деньги? Он зря, что ли, уже там мультимиллиардер? Это для чего делалось? Чтобы покончить с собой в один прекрасный момент? Или умереть раньше времени? Да нет, конечно. Он хочет жить. Хочет жить хорошо. И надо отделять зерна от клевел. Надо отделять слова от действий. «Говорите и вы» называется. За мной Майдан. За мной Крещатик. Главная улица Киева. Столица независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира. А еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь. И будете знать все. И, кстати, в подтверждение твоих слов, он не зря дал задание своему другу-миллиардеру Ковальчуку срочно найти таблетки от старости. Изобрести. Что они могут найти? Что они могут изобрести? Они сошли с ума все. Они дружно сошли с ума. Они хотят в нетехнологичной, отсталой стране что-то изобрести. Они могут только украсть или купить где-то на Западе. Если им дадут украсть, если им продадут. Впрочем, варианты возможны. Друзья, у нас сегодня динамичный эфир. Много тем. Ну, реально, вот такой насыщенный. Насыщенный информационный вторник. Поэтому идем дальше. В украинском информационном пространстве уже несколько дней активно муссируются слухи о грядущих, якобы грядущих, самых грандиозных кадровых перестановках в высшем руководстве Украины. Об этом говорят и журналисты, и эксперты, и СМИ какие-то, и телеграм-каналы. Скажи, пожалуйста, ты что-то об этом знаешь? Если да, то что? И расскажешь ли ты это? Я знаю то, о чем говорят. Говорят о том, что своих постов лишатся министр обороны Умеров и начальник Гура Буданов. Я знаю, что... Нет, это я не скажу. Значит, и я скажу так. Если будут какие-то перестановки, мы об этом узнаем из официальных сообщений. Об этом президент скажет. Если какие-то перестановки будут. А если перестановок не будет, президент об этом не скажет. Больше скажу. Если президент об этом не скажет, перестановок не будет. Вот. Прекрасный ответ. Ты шикарный интервьюер ЕМИ для любого интервьюера. Находка просто, Дима. Буду учиться у тебя отвечать. Financial Times. Сегодня написала. Украина переживает свой самый темный час. Вот статья с таким заголовком вышла у них. Они сказали, что по возвращении США президенту Владимиру Зеленскому приходится иметь дело с российским продвижением, истощенным обществом и перспективой зимнего дефицита энергии. То, что касается продвижения. И тут я перехожу к ситуации на фронте. Российские войска существенно продвинулись в Угледаре. Свидетельствует карта Deep State. Судя по ней, под контролем вооруженных сил Украины находится только одна улица за пределами основной части города. Еще несколько кварталов находятся в серой зоне. Также русской армии удалось продвинуться на западе Водянова в сторону Богоявленки. Скажи, пожалуйста, Дима, вот действительно имеет ли основание под собой статья с таким заголовком? И как ты оцениваешь то, что сегодня происходит на фронте? Потому что действительно на нескольких участках украинским воинам очень тяжело. Самые черные дни Украины сейчас я с этим категорически не согласен. Самые черные дни Украины были 24, 25, 26 февраля 2022 года. Самые черные. Потому что решалось, будет ли Украина на карте мира или нет. Сегодня об этом речь не идет, слава Богу. Постучал по дереву. Что касается ситуации на фронте. Ситуация тяжелая. Тяжелая. Да, в Углидаре плохо. Русские в центре Углидара, уже насколько я знаю. Да, есть ряд моментов на других направлениях. Но тяжело это не критично. Она всегда тяжелая. У нас не было за эти годы легкой ситуации. Она всегда тяжелая. И у русских, в Курской области тяжелая ситуация. У них там тоже тяжелая ситуация. Поэтому я не считаю критично, нет. Я оптимист по-прежнему. Во-первых, у нас большие продвижения есть в плане боеприпасов, в плане украинских разработок, в плане подготовки резервов. У нас хватит сил для того, чтобы сражаться. Ну и я хочу сказать, что сегодня у нас 1 октября. Давайте посчитаем, сколько у нас осталось до 5 ноября. Месяц с небольшим хвостиком. А 5 ноября все только начнется. Про 5 ноября. В Госдепартаменте США сделали заявление по поводу ударов по территории России. Украине не нужно наше разрешение. Спикер Мэтью Миллер во время брифинга заявил о том, что Украине не нужно просить разрешения у США, чтобы атаковать военные объекты на территории России своим оружием. Он напомнил, что украинские военные могут применять оружие американского производства по приграничию России. Однако на вопросы журналиста относительно дальнобойных ударов с западным оружием он прямого ответа не дал. Он сказал, прежде всего, Украине не нужно наше разрешение, чтобы наносить ответные удары по российским целям. Она является суверенной страной и может использовать то оружие, которое создала самостоятельно. Такого оружия, по его словам, у Украины огромное количество. Я не могу не согласиться с ним, со спикером. Не могу не согласиться. У нас действительно много своего оружия. Шикарные разработки у нас есть. Опять-таки, ничего не буду говорить. И ты прекрасно знаешь, какие разработки у нас есть. И тоже ни о чем не скажешь. Поэтому, смотрите, я продолжаю оставаться оптимистом. У меня нет ни одного даже момента какого-то плохого настроения, не говоря уже о депрессии или еще что-то. Мы идем в правильном направлении. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Сейчас у русских начинается критическая ситуация. Вот у русских критическая ситуация начинается. Сегодня 1 октября. Сейчас мы с вами увидим, какие проблемы у них начнутся с боеприпасами. Мы же не случайно выносили склады огромные боеприпасы. Ну, не случайно же. У них уже на фронте началась, Олеся, что? Экономия. Ну, мы встречались с очень большими военными нашими, да? Олеся, ну, расскажи по поводу боеприпасов, как они стреляют уже, как они экономят. это не секрет, что если раньше, в начале большого вторжения, Украина воевала в первую очередь за счет меткости стрельбы, потому что на один наш удар, условно, статистика на разных участках была разная, но на один наш удар Россия отвечала десятью ударами, то есть один боеприпас на десять, а на некоторых участках фронта и того больше, то сегодня это соотношение поменялось, кардинально поменялось, они экономят боеприпасы, они, у них нехватка тяжелой техники, вот конкретный дефицит, потому что Украина очень сильно постаралась, и украинские воины очень круто себя проявили, особенно в дроновых системах, и есть просто потрясающие примеры таких подразделений украинских, просто у которых американцы сегодня учатся, вот просто приезжают... Не будем об этом дальше. Не, мы не будем, но мы говорим как о явлении, да? Не будем рассказывать подробно. И на сегодняшний момент, конечно же, Россия не от хорошей жизни свои штурмы стала проводить или пехотные, или мотоциклетные. На баги ездят. На китайских мотоциклов самых дешевых. Ну, да. Идем дальше. Ребята, не все плохо, поверьте. Многое даже хорошо у нас. Ну, тут Путин подписал указ о призыве 133 тысяч срочников в России. Ну, при этом он подпишет указ о демобилизации срочников, которые сейчас служат. То есть, это равноценная история. Значит, у Бориса Джонсона, как он сказал, мой большой друг Дмитрий Гордон, вот у твоего большого друга Бориса Джонсона выходят мемуары, книга о воспоминаниях. А бывших журналистов, как мы знаем, не бываем. Он еще очень эмоциональный, эксцентричный, такой бешеный, в хорошем смысле слова, человек. Ты его уже называешь Борис, он Борис. Борис Джонсон, Бовин наш украинский. Да, Борис Джонсон. Итак, эти мемуары, судя по всему, будут абсолютно сенсационными, потому что из тех отрывков, которые уже есть сейчас в публичном доступе, мы много чего узнали. Например, он пишет о том, что королева Елизавета болела раком костей и подробно описывает, как она мужественно боролась с болезнью, как она себя вела, что она делала, как у нее были сколоты вены синие от капельниц от уколов, но как она всегда улыбалась, и как эти встречи происходили, и как она буквально только на силе воли тянула, чтобы передать, последний раз исполнить свои полномочия как королеве и передать власть от Джонсона к новоизбранной и так далее из трассы ее благословить на премьерство. Он пишет о том, как Макрон пытался наказать его за Брексит. Он пишет о том, как он хотел напасть на Нидерланды, по сути, хотел сделать военную операцию, чтобы добыть вакцину от ковида на одном из их предприятий. Но я тебе честно скажу, я уже жду выхода книги, потому что мне интересно, что же там еще будет. Там интересно по Украине будет. А в ваших встречах там ничего не будет написано, скажите? Не знаю, не знаю. Там будет очень интересно по Украине. Потому что Борис Джонсон один из двух людей, которые сыграли из двух западных лидеров, я имею в виду. Ты решил отсоединиться? Борис Джонсон один из двух западных Мне стало страшно. Да. Один из двух западных лидеров, которые сыграли решающую роль в судьбе Украины. Это Джо Байден и Борис Джонсон. Я не случайно сказал Борису Джонсону, что в свое время в Киеве появится улица Джонсона. В благодарность за то, что он сделал и еще, я уверен, сделает для Украины. Поэтому, да, сказать ему есть что и немало. И уверен, что он это скажет. Друзья, те, кто подписан на Инстаграм Дмитрия Гордона, а я, кстати, призываю тех, кто этого почему-то еще до сих пор не сделает, обязательно подписаться, потому что там Дима постит все для настроения. Вот у кого плохое настроение, смотришь Инстаграм, комментируешь, лайкаешь и прям сразу повышается. В том числе ты любишь там всякие такие штучки из жизни паноптикума, в том числе вот такой российского шоу-бизнеса. Поэтому я хочу с тобой обсудить эпизод один. Зет-певец, как его называют, шаман, заявил, что патриотом России можно пользоваться айфон и ездить на немецких авто, так как создатели могли вдохновляться произведениями Чайковского или Достоевского. Оцени вообще гиганта мысли как завернул обосновал. Он рассказал в эфире у этого Корчевникова, который все время воровал твои видео и ни разу не поставил он, не знаю с какого года он работает на телевидении, с того года он ворует твои программы, использует, замыливает, отрезает тебя, ни разу не сослался. Это, друзья, было, наверное, вот сколько я помню, года с 2016 или 2015. То есть, чистый такой вот вор. Итак, он, этот шаман, заявил, что недоброжелатель указывает ему на то, что он пользуется американским смартфоном и катается на немецком авто. Главное, успеть накататься, ведь на днях шаман объявил о разводе с супругой Еленой Мартыновой. Именно Мартынова в прошлом пиарщица, а ныне вице-президент Мегафона, по данным СМИ, стоит за созданием его сценического образа, с ней же связывали его быстрый взлет. А я думала, вообще он голубой. А, ну хотя. Ранее шаману пришлось вернуть более 30 миллионов рублей в бюджеты Ставропольского края и Оренбургской области после отмены концертов. Минимум два выступления в рамках большого тура «Победа» сорвались в Нижнем Тагиле и Магнитогорске по причине низкой продажи билетов. С такими успехами, это я читаю уже комментарии из твоего же уже телеграм-канала Дмитрия Гордона, на который тоже надо подписаться, друзья. С такими успехами шаман на скрепную ладу скоро пересядет. Друзья, ну, во-первых, подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал Дмитрий Гордон. Это лучший телеграм-канал Украины, телеграм-канал Украины номер один, в котором вы увидите самые быстрые новости, самую лучшую аналитику, и я вам скажу, что вы можете не читать больше ничего, только телеграм-канал Дмитрий Гордон, и не ошибетесь, там все. Здорово, что когда все телеграм-каналы падают в подписки, а все падают, телеграм-канал Дмитрий Гордон растет, и это благодаря вам, спасибо вам, подпишитесь, мы работаем душой и сердцем там. Что касается шамана, этот любитель русского даже свой сценический псевдоним написал английскими буквами, безобразие, это не патриотично, я считаю. То, что он говорит про Чайковского и Достоевского, ну, слушай, ну, это рассчитано на идиотов, он сам не идиот, я уверен, он циничная тварюка, которая делает деньги на том, на чем можно сделать деньги. Сегодня в тренде патриотизм, он делает деньги на патриотизм, завтра в тренде будет что-то западное, он будет петь западное, и найдет слова для того, чтобы объяснить русским, почему он перешел с патриотизма на западное. Это артисты, это артисты, не трогайте артистов, проституток и Кучерева, они служат всем властям, сказал когда-то адмирал Колчак. Ничего нового не происходит. Да, люди чистоплотные, которые берегут свою репутацию, которые не хотят испортить свой некролог, они в эту игру не играют. Они не стали зэд-артистами. Люди алчные, жадные и опустившиеся, они играют в эту игру. Ну, Лепс играет, вот смотри, в эту игру. Ну, ты посмотри на него, это уже какая-то развалина. Это совершенно опустившийся наркоман и алкоголик в одном лице, выходящий на сцену, сморкающийся, курящий на сцене, бросающий микрофонами в зрителей. Скоро он будет мочиться на сцене. До этого скоро дойдет. Может, какать будет на сцене, я не знаю. Зрители будут говорить, здорово, это к деньгам. Но это опустившиеся люди, это падаль. Вот эта падаль поддерживает зэд-патриотизм. Ну, флагин в руки и транспарант в жопу. Понимаешь? Неком говорить даже. Шаман, Лепс, это все фу, отбросы. Это отбросы. Ни один уважающий себя человек даже руки подать им не может. Отбросы. И конец их будет весьма печальный, кстати. Весьма печальный. А Лепс на сцене умрет однажды от передоза. Этим закончится. Что касается... Да, так мы все обсудили. А что еще о ней говорить? Ущербные люди. Мы не обсудили еще Лукашенко. Литва передала в МУС документы для возбуждения дела против Лукашенко. Представители Министерства юстиции Литвии передали Международному уголовному суду запрос о начале расследования преступлений против человечности, совершаемым режимом Лукашенко, включая принудительную депортацию лиц, преследование и другие жестокие действия, противоречащие основным нормам международного права, сообщает ЛРТ. Решение было принято после того, как Министерство юстиции Литвы оценило материалы, предоставленные оппозицией Беларуси о преступлениях режима против человечности, а также собрало достаточные доказательства из других источников. Ну, давай скажем, что МУС это Международный уголовный суд ГАГЕ, который выдал уже запрос на экстрадицию на привлечение к уголовной ответственности Владимира Путина. Поступят ли они так по отношению к Лукашенко, я сомневаюсь. Объясню, почему. Потому что Лукашенко давно и прочно сотрудничает с Западом. Вы не смотрите на его риторику. Риторика его это для Путина и для ядреного электората. А на самом деле Лукашенко больше всего думает о своей жизни и о сохранении своей власти и понимает, что нужно дружить с Западом. И он с Западом дружит. А риторика это риторика. Всего лишь больше ничего. Ну, так специфически он дружит с Западом, участвуя в войне против Украины. Ведь он там не участвует конкретно. Мог бы участвовать намного хуже. Я исхожу из худшего. Но что-то его держит. И я знаю, что. Но не скажу. Не исключено, что то, о чем ты говоришь. И ты это знаешь. Знаю, конечно. Но есть еще факторы, кроме этих, есть еще и факторы объективные с точки зрения состояния в белорусской армии. Насколько они готовы будут идти умирать за Лукашенко и Путина. Насколько они готовы будут все идти и воевать с Украиной на украинской земле. Ну, тут много всяких моментов. Смотри, это важный момент. Значит, однозначно сказать, что белорусская армия, насчитывающая 70 тысяч человек, не будет готова идти на украинскую территорию воевать с Украиной, я не могу. Да, но-то вроде как белорусы с украинцами как, но русские то отбитые черти, то понятно, но белорусы с украинцами как. Но это же люди приказа, это армия. Если отдадут приказ, может и пойдут, мы не знаем этого. Но с другой стороны, понятно, что если они вдруг пойдут, они получат сильно по зубам, и украинская армия совершит быстрый марш-бросок в Минск и даст возможность белорусскому народу уже навсегда сбросить иго этого картофельного фюрера. Да, он это понимает хорошо. Он умный. Картофан. Власти Франции не отказались от идеи отправки войск в Украину. Президент Макрон говорил, что мы не должны ничего исключать, и это остается в силе. В частности, мы должны рассмотреть возможность проведения учебных миссий. Запад должен прекратить навязывать Украине красные линии, потому что ограничения ослабляют обороноспособность Украины, ставя таким образом под угрозу и безопасность Европы. Ну, вот вроде здравые голоса звучат. А где же действия, когда действия будут? Когда понадобятся, тогда будут и действия. А не понадобится, не будет действия. Да все будет хорошо. 5 ноября проснемся в новой реальности. Все. Кстати, по поводу 5 ноября... Осталось-то немного, ну, потерпите чуть-чуть. По поводу 5 ноября, ты до этого говорил, что ты считаешь, что победит Камала Харрис. Ты сейчас так же думаешь? Да, я так же думаю. Я считаю, что победит Камала Харрис. Олеся решила отключиться. Ну, на той прямой эфир, что хочет включается, хочет отключается. Да, я считаю, что победит Камала Харрис. Ты, чтобы не слышать, этого отключилась или как? Что произошло? Может ли победит Дональд Трамп? Я не исключаю такого. Я не категоричен, только Харрис. Да, мое мнение, победит Харрис. Может ли победить Трамп? Ну, теоретически, да. Мы не знаем, что может произойти на этом коротком отрезке с 1 октября по 5 ноября. Потому, что самое интересное в американской политике будет происходить именно в это время. Весь слив компромата, если он есть, будет происходить именно в это время. Поэтому все во внимании. А я знаю, что произойдет. Вот сегодня ночью произойдет. В США пройдут новые дебаты. В этот раз между кандидатами вице-президентами. Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс и демократический губернатор Миннесоты Тим Уолтс ночью встретятся на дебатах перед ноябрьскими президентскими выборами. Дебаты стартуют около 5 часов утра по Киеву, друзья. У кого будет бессонница или не дай бог если опять будут шахеды и не будем спать, то как раз можно посмотреть. Дебаты будут длиться 90 минут. На CBS News пройдут теледебаты. И что интересно, в отличие от президентских дебатов, ну кандидатов президента Харриса и Трампа, на этих дебатах микрофоны между дебатируемыми не будут выключаться в тот момент, когда говорит оппонент. Поэтому, учитывая темперамент Венса, который по стилистике Трамп только еще с большей энергией и может быть хамством, я думаю, что эти дебаты обещают быть ярким зрелищем. Друзья, надо посмотреть обязательно. Ну и естественно, я уверена, что тема Украины будет там подниматься не один раз. Ну послушаем. Дима, ты что ждешь от дебатов вот этих? Ничего особенного не жду. Ничего особенного. Я не думаю, что это будет каким-то решающим фактором при определении американцами, за кого они будут голосовать. Посмотрим. Подожди, я смотреть дебаты не буду. Сразу тебе скажу, я почитаю выжимки. Вот, потому что явно они будут говорить, претенденты на пост госсекретаря об Украине. И, конечно, мне интересно, что кто скажет. Что уже говорил Вэнс, я слышал. Лучше бы мои уши не потребляли эту информацию. Мне это не понравилось. Но кто я такой, чтобы об этом рассуждать? Это американские граждане будут выбирать себе президента и вице-президента. Друзья, я думаю, что те, кто забыл, я напомню для вас, что между нами с Димой висит плашка. Это сбор, который мы делаем на дроны для вооруженных сил Украины. По этому QR-коду можно задонатить. Под нашим видео есть ссылки на то, чтобы задонатить в любой абсолютно валюте. И, пожалуйста, не забывайте это делать, потому что украинским воинам нужна ваша поддержка. И я это говорю не только потому, что сегодня особенный день. Сегодня день захысныки и захысныть Украины. Мы благодарны нашим воинам. Но, кстати, вот опять же, сегодня праздник, друзья, ну, нужно поздравить наших воинов и наших защитниц. Пожалуйста, ваше поздравление, вот самое лучшее поздравление, которое они могут получить, это ваш донат на дроны, которые им отправятся на фронт. Это их глаза, их уши, разведывательные дроны, мавики, которые мы покупаем, которые помогут сохранить их жизнь. Поэтому, пожалуйста, вот все, кто нас сейчас смотрит, кто нас будет смотреть потом, задонатьте. Я присоединяюсь к тому, что сказала Олеся. Это крайне важно. Пожалуйста, у нас все чисто, четко и прозрачно. Мы это делаем с большой душой. И 180 дронов уже переданы, да, в войска. и куплено уже 14, еще 6 мы докупим и 20 еще передадим, будет уже 200. Помогите, пожалуйста, нашим ребятам. В комментариях писали по поводу моей сегодняшней футболки. Понравилась эта красивая, красивая, эксклюзивная работа. Друзья, я вам скажу, откуда у меня эта футболка. Мне ее подарила прекрасная девочка маленькая, прекрасная украинка. Соломия ее зовут. Это ее картина. Вот, смотрите, да, такая, принт на футболке. Соломия имеет замечательных, потрясающих родителей, а именно, это Алена Мозговая, украинский продюсер, украинская певица, очень талантливый. Человек, которая, кстати, тоже все время проводит сборы, и вот она продает эти футболки, которые рисует, по сути, ее пятилетняя Соломия, то есть это, вот представьте себе, маленький ребенок, какой талантливый, как она красиво рисует, и деньги от этих футболок тоже она отправляет на то, чтобы помогать украинской армии, она большой волонтер, она делает это с первого дня большой войны, они вместе с мужем, тоже известным украинским певцом, Неведом Аксельродом, присоединяются к этой инициативе. Ну, замечательно, можно только сказать спасибо маленькой Соломии, у нее прекрасные гены и от родителей дедушки с бабушкой, от Николая Петровича Мозгового, покойного, замечательного, выдающегося вообще украинского музыканта, патриарха украинской музыки и его жены Виолетты Борисовны, я передаю привет, пользуюсь случаями, Алене Мозговой. Замечательно, замечательно, пока у нас есть такие дети, мы непобедимы, поэтому, ну, восхищение, что сказать. Хороший у нас финал, да, сегодняшнего, можно сказать, что праздничного эфира. Друзья, спасибо, что вы нас смотрели, спасибо, что вы были сегодня с нами и спасибо, что вы будете с нами в следующий вторник в 18.00, как всегда, на этом же месте, в этот же час мы с Димой будем вас ждать. Спасибо и слава Украине! Героям слава! До встречи, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!